Всем привет! С вами Сергей Шаляпин, инвестиции в недвижимость. И ко мне часто обращаются начинающие инвесторы за советом и помощью по недвижимости на пукете. Вопросы, которые вы задаете, довольно часто схожие. И я решил сделать своего рода инструкцию для тех, кто только начинает свой путь как инвестор. Итак, вы насмотрели с разных видео, начитались умных книжек по инвестициям, подкопили немного денег и у вас свербит, как можно скорее начать вкладывать деньги и получать доходность. Осторожно! Именно в этот момент допускается большинство фатальных ошибок. Первая и самая частая ошибка – все хотят богатеть быстро. То есть очень быстро, как можно быстрее. 10, 20, 30% годовых. Именно так начинающий инвестор видит свои доходы в самом начале. Ведь он таким трудом зарабатывал свои деньги и хочет скорее получать ощутимую прибыль. И разные прохиндеи, мошенники и просто хитрые дельцы этим активно пользуются. Снять красивый офис, посадить туда очаровательную секретаршу, напечатать красивые буклеты и показывать 3D-презентации на экране телевизора – это на самом деле не очень сложно, да и не так уж дорого. И платят за это, кстати, обычные клиенты. А вот показать стабильные, хорошие результаты, построить действительно рабочую схему, выгодную не только компанией, но и для клиентов – это посложнее будет. Это требует времени, бюджета и много упорства. Мой личный опыт инвестора и риэлтора доказал, что сильный маркетинг довольно часто прикрывает слабый опыт компании или даже полное его отсутствие. И по красивым картинкам оценивать новый проект уж точно не стоит. А вот качество готовых объектов, цену на аренду на Airbnb, среднюю заполняемость, репутации компании в профессиональных кругах не подделаешь. И проверить ее лично – вполне реальная задача. Первый совет – не покупайте у начинающих. Причем на рынке недвижимости, например, букета, начинающими можно считать компании до 5 или 7 лет именно в строительстве. То есть они могут сделать один или два объекта успешно и запнуться на третьем или четвертом. Такие случаи на букете бывают. Я прошу вас помнить о рисках и о том, что в большинстве случаев прибыль прямо пропорциональна размеру риска. Я рекомендую ориентироваться на среднюю доходность 5-7 годовых, и тогда ваша вероятность попасть в неприятную ситуацию резко снижается. Часто начинающие инвесторы слепо доверяют эксперту, которого выбрали ранее. Риелтор это или менеджер застройщика. На самом деле не важно. Все люди делают ошибки и часто довольно глупые. Чем рискует риелтор? Ну, своей комиссией и немножко репутации. А чем рискуете вы? Правильно, честно нажитыми и довольно крупной суммой. Они ведь честно нажиты, правда? Кстати, это хороший вопрос. Напишите, пожалуйста, вот в процентах, как вы оцениваете, насколько честно нажит ваш капитал. Напишите в комментариях, а там обсудим. Так вот, доверие – вещь незаменимая. И я считаю, что стоит лично изучить все документы и задать все интересующие вас вопросы. Ведь часто риелтору проще пропихнуть договор без согласования, чем вести переговоры и достигать компромисса между сторонами. Второй совет. Попросите риелтора или менеджера застройщика прочитать с вами все договоры и прояснить буквально по пункт «но». Записывайте все вопросы и разногласия на бумажку. Уделите внимание вопросам, а что будет, если что-то пойдет иначе, и как расторгнуть это самое соглашение. На первый взгляд, самыми выгодными всегда кажутся дешевые варианты. А самыми красивыми и интересными для личного использования, естественно, самые дорогие. Причем, первые – это часто не ликвид, который просто невозможно продать по нормальной цене. А другие намеренно продаются по завышенной цене, я имею в виду дорогие, чтобы повысить их ценность для определенной группы клиентов, тех, кто берет только самое лучшее. Так работают примерно 90% маркинговых отделов. То, что относится к разного рода рекламным акциям, распродажам, горячим предложениям и подобному – это все туда же. Чаще всего это распродажа не ликвида или попытка столкнуть застрявшие продажи. Например, меня всегда удивляла разница по цене 50 или даже 100 тысяч за этаж. Чем выше, тем дороже. Хотя при сдаче в аренду второй и пятый этаж, например, сдаются одинаково. А за вид на море больше 10-15% к цене на аренду не добавишь. Третий совет. Держитесь золотой середины, лучше даже ниже. Это позволит вам взять ликвидный вариант, причем без перекосов по цене. Сразу отбрасывайте самый дорогой и самый дешевый вариант. Они точно не для инвестиций. Инвестиционные этажи – это чаще всего второй, третий, четвертый. Когда вы уже сделали первое вложение, скажем, на 15-20% имеющихся у вас свободных средств и получили первую прибыль по договору, у вас может возникнуть непреодолимое желание подкупить еще и как можно скорее. Ведь вам кажется, что схема рабочая и надо наращивать вложение. Стоп! Вот тут вот нужна уже сила воли и опыт. В самом наращивании инвестиций нет ничего плохого, если не забывать о диверсификации в разные объекты разных застройщиков. Но если сумма уже превышает, например, 30% ваших активов, то пришло время задуматься, а какие еще есть варианты инвестирования и стоит ли вкладывать именно в недвижимость. Может быть, стоит обратить свое внимание на другие инструменты? Ведь недвижимость – это длинный бизнес, и 1-2 года для него – это довольно маленький срок, чтобы оценить реальную доходность и ликвидность. Вы запросто можете получать доход 2 или 3 года, а потом прилетает какой-нибудь черный лебедь, типа COVID-19, и ваш инвестиционный план летит к чертовой бабушке. События, которые описаны теорией черного лебедя, крайне маловероятны. Их довольно сложно предсказать, и они приводят к тяжелым последствиям. Они имеют такую значимость, что могут нанести урон всей экономике в целом, обществу и большому количеству людей. Насим Николас Талеб, человек, благодаря которому появилась эта теория черного лебедя, сказал, что для события такого масштаба характерны три ключевых фактора. Они настолько редки, что никто не может их предвидеть. Второе – это их последствия катастрофичны. И третье – они считаются предсказуемыми задним числом. Мой четвертый совет – не горячитесь. Получите стабильный результат на протяжении двух или пяти лет, и потом вкладывайте снова. Недвижимость – это очень медленный бизнес. Недвижимость обладает очень важным качеством. Это низкая ликвидность. Это нехорошо или неплохо. Это просто значит, что ее сложно, а иногда почти невозможно, быстро конвертировать в деньги по цене близкой к рыночке. Можно сказать, что это цена материальности этого актива, ведь мы можем ей пользоваться, сдавать в аренду или заложить в банке. Пятый и завершающий совет – когда вкладываете с недвижимость, а тем более за границей, учитывайте, что, скорее всего, быстро выйти из нее не получится. Это не акции, и не облигации, и не валюта. Вот, пожалуй, и все самые важные советы, которые я хотел дать начинающим инвесторам. Когда вам понадобится моя помощь, консультация или сопровождение сделки, пишите или звоните мне, я буду рад вам помочь. Мои контакты сейчас на экране и также есть под этим видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами был Сергей Шаляпин, и до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok